Добрый день, дорогие жители Коростыня! Мы сегодня вышли на наши улицы с такими вопросами, как по поводу Зеленского и сам вопрос по поводу сообщества Коростынь Today. Были президенты такие, которые... Ну, было там юридическое образование, да, но главная команда, которая стоит за ним. Да, сто процентов. Главное, то есть те люди, которые будут что-то делать для людей, а не просто так. Ну, очень много у нас политиков, которые голословные, просто так обещают и идут ни какого-то нету. Из-за этого же Порошенко завода он не продал, хотя обещал так, для этого, да? Как вы вообще к нему относитесь, то есть как президент? Ну, он вообще комик, так что мое юридическое образование, да я думаю, что у него есть шансы. А за кого? Нее. А за кого? Не за кого. Я понял. И еще один вопрос, это касаемо Коростынь Кудэй. Знаете это сообщество? Вообще смотрите на то, что преподносит Коростынь Кудэй? Да, нормальные пацки. Молодцы. Спасибо. Да. Откуда вы, если вот, например, в процентах взять все СМИ Коростыня, сколько вы процентов отдали бы Коростынь Кудэй? Сто. Сто. Мы не красавчики, просто. Спасибо. Голосовали. За кого вы голосовали, да? За СМИ Коростыня, за СМИ Коростыня. Процентах, так, шесть. То есть вы 30-40% уберете информацию еще откуда-то, да? Да. А откуда? Новости. Новости. В Украине не обитает? Ну, а здесь живете сейчас? Сейчас здесь живу. Вы знаете, что у нас будет президент скоро, ну, меняться? Я в курсе. А знаете так немножко, кто баллотируется там? Ну, вот у нас есть комик такой, Зеленский, знаете? Не, не знаю. Очень такой веселый парень, вот. Я не знаю. А как вы, вот, знаете, еще такой есть вопрос у нас на повестке дня. Сколько вы относитесь к интернет-сообществам, которые вот разносят, то есть, ну, доносят, вернее, людям? Я вообще об этом ничего не могу сказать, потому что не в курсе. Ну, вы информацию откуда берете в основном? Я информацию вообще телевизор иногда смотрю. Ну, из телевизора. Я понял. Есть ли у него шанс, как у президента? Ну, я думаю, что нет. Каковы вы в процентах всему СМИ отдали бы Корсен Тодей? Ну, не знаю. Ну, в плане молодежи, может, это Корсен Тодей. Смотря какой выбор, выборка по населению. Если старше поколения, конечно, нет. Ну, молодое поколение, да. Ну, в плане молодежи, может, это больше, да. Я не знаю. Как я смотрю. Ну, в принципе, мне все равно. Я там могу сказать, что таких кандидатов, как Зеленский, много. Все они там имеют определенные шансы. Не знаю. Ну, есть люди, которые хотят голосовать. Есть люди, которые не хотят за него голосовать. Одни относятся к нему серьезно, другие не серьезно, так как он, ну, человек из этого, из шоу-бизнеса, ну, юмор, вот этих, связан с юмором, поэтому многие, ну, не знаю. Время покажет. Ну, кто-то хочет, пусть скажет. А ваше? Мое мнение. Ну, отдали бы свой голос за него? Я лично нет. Нормально. Сейчас же много, большое количество людей сидит в интернете, газеты читают немногие, особенно молодежь не читает. Нормально. Это основное средство связи, можно сказать. Поэтому скоро вообще, наверное, газеты еще через лет 10 исчезнут. Так что это нормально, все будет. Не будет просто бумажных изданий, вот и все. А в интернет-изданиях, газеты есть там все, поэтому можно читать. Хорошо отношусь, нормально. Первые же отвечали очень много, очень интересно. У многих есть свое мнение по поводу Зеленского, вот, и многие предпочли бы отдать свой голос ему. Что касаемо молодежи, так, наверное, это 99%, которые отдали бы свой голос Зеленскому. А что касаемо более пожилого возраста, конечно же, некоторые вообще не доверяют никому, а кто-то, может, даже и другим бы. Старшие прослойки населения, конечно же, отдали бы голос, может быть, тем, кому уже более доверяют, или кого более знают. И, конечно же, многие смущают то, что Зеленский все-таки занимается юмористическими программами, и как бы это все так. Мы сегодня провели соцопрос касаемо самого сообщества Corustine Today, и выяснили такой, как бы, процент для себя. 99% населения нашего города знают о Corustine Today, они готовы отдать свой голос, скажем, в пользу Corustine Today, и, конечно, они черпают всю информацию с Corustine Today. Что касаемо 1%, который остался, это более пожилой прослоек общества, и они, ну, скорее, они читают газеты и смотрят ТВ. Спасибо, дорогие ребята, за просмотр, за то, что вы с нами. Подписывайтесь на Corustine Today, смотрите нас в Ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok